Слива синедар. Слива – неприхотливое фруктовое дерево, которое приживается в любых регионах России. Главное – правильный выбор сорта. Любой садовод, который имеет фруктовый сад, хочет, чтобы его украшала слива. Этот фрукт обладает множеством лечебных свойств. Она благотворно действует на кровеносные сосуды, оказывает мягкий слабительный эффект. Плоды хорошо транспортируются, долго хранятся. Известно множество способов употребления и переработки данного фрукта. Его можно коптить, чтобы получить чернослив, замораживать при этом целебные свойства не теряется, варить из него компот и употреблять в свежем виде и т. Да, все же слива не так распространена в России, как яблоневые деревья или вишневые. Причина довольно проста. Слива поздно цветет, в связи с тем, что большинство сортов не самоопыляется и не хватает времени для формирования плодной завязи. В последнее время селекционеры вывели большое количество гибридных слив, которые могут плодоносить в средней полосе России. Сорту сливы Синий Дар чуть более 15 лет. Вывели его в начале 2000-х годов. Хорошо приживается в центральной части Российской Федерации. Была создана в результате скрещивания сорта желтая очаковская и сорта памяти Тимирязева. В памяти Тимирязева характеристика сорта. Дерево сорта Синий Дар не очень высокое. Максимальная высота сливы и не более 3 метров. Крона довольно редкой овальной формы. Побеги серовато-коричневого цвета. Почки делятся на два вида, вегетативные и генеративные. Расположены на побеге с небольшим отклонением от основной ветки. У сорта хорошая морозоустойчивость. Даже если после начала цветения будет понижение температуры воздуха до небольших заморозков, дерево все равно принесет плоды. Листья насыщенного зеленого цвета, среднего размера, на лицевой стороне присутствует небольшой пушок. Края листа с небольшими зубчиками. Сливовый цвет данного сорта не отличается большими размерами, в сравнении с другими сортами. На головой ножке цветок, состоящий из пяти лепестков. Плоды у сорта Синедар небольшие. Средний вес плода составляет около 15 грамм. Плоды синеватого цвета присутствует легкий белесый налет. Форма удлиненная, вытянутая. Плодоножка небольших размеров. Мякоть твердая, с зеленоватым оттенком. Косточка хорошо отделяется. На вкус слива сладкая, с присутствием кислинки. Плоды у сорта Синедар плодоносить. Дерево начинает на четвертый год после посадки на постоянное место. Плоды поспеют к концу августа. Сорт считается урожайным. Со взрослого дерева можно собрать до 40 килограмм плодов. Плодоносить будет на протяжении 20 лет. Плоды, учитывая их плотность, хорошо переносят транспортировку на дальнее расстояние. Гибрид слива сорта Синедар самоплодный, но если посадить рядом с ним сливы других сортов, хуже не будет. Наоборот, это только повысит урожайность. Устойчиво слива Синедар к таким вредителям, как тля и плодоножка. Тяжело переносит сухую погоду. Нуждается в довольно частом поливе. Посадка и уход. Саженец необходимо покупать в сертифицированных центрах или на агровыставках. Желательно, чтобы к саженцу шло описание сорта, характеристики плодов. Саженце рекомендуется выбирать двухгодичные. Этот возраст дерева позволит ему прижиться на новой территории без каких-либо проблем. При покупке тщательно осмотреть корневую систему на предмет повреждений. Корни должны быть мощными и здоровыми на вид. Штамп должен быть ровный, не сухой. Посадка и уход. Место для сливы стоит отвести на небольшой возвышенности. Она предпочитает нейтральную почву. Если у почвы повышенная кислотность, ее нейтрализуют золой или известью. Если почва с большим содержанием глины, она смешивается с торфом или песком. Саженец рекомендуется садить в месте, которое защищено от сквозных ветров. Слива садится как весной, так и осенью. Но в северных регионах России синий дар рекомендуется садить в весеннее время. Так корневая система лучше адаптируется к новым условиям, а дерево будет здоровее и крепче. Лучшее время для посадки – первая и вторая декады апреля. Если на участок высаживается сразу несколько саженцев сливы, расстояние между ними должно быть не менее двух метров. Яму для посадки сливы рекомендуется выкопать осенью. Если с осени в яму внести минеральные и органические удобрения, к весне они напитают почву всеми необходимыми витаминами. При посадке саженца необходимо следить за тем, чтобы корни не загибались и не ломались. В посадочной яме их необходимо разровнять. Обратите внимание, при засыпании ямы землей необходимо следить за тем, чтобы не было воздушных подушек. Если появились сомнения, наполовину засыпанную яму следует полить водой подождать, пока земля сядет и продолжить засыпать яму. Штамп должен быть на расстоянии не меньше четвертых см от земли, в противном случае дерево затормозится в развитии. Прикорневой круг нуждается в мульчировании. Так как дерево довольно компактно в размерах, оно не нуждается в ревивках и частой обрезке, но сильно требовательно к частому поливу. Оно не выносит засушливых погод и без воды может быстро погибнуть. Поливать его рекомендуется один раз в две недели. Не заливать потому, как корневая система может начать подгнивать. Взрослому сформировавшемуся дереву необходимо 7 литров воды. Поливать следует или рано утром, или вечером, или в пасмурную погоду. Делается это для того, чтобы солнечные лучи не сожгли листья или корни. Вода не должна быть ледяной. Оптимальная температура от 15 до 20 градусов. Поливать дерево необходимо под корень. При цветении дерева после полива почву в лунке необходимо взрыхлить. Это способствует получению корнями воздуха и воды. Почва не должна быть пересушенной. В период света это грозит тем, что дерево не сможет сформировать завязи и садовод останется без сливового урожая. Сливового урожая синедар необходимо подкармливать калийно-фосфорными и азотными удобрениями. Подкормка осуществляется в летнее и осеннее время. Для дерева подходят и органические удобрения, и минеральные. Единственное органическое удобрение, которое не воспринимает слива – навоз. На перегной или компост подойдет очень хорошо. Удобрять следует на второй год после посадки, так как это первый год саженец пользуется удобрениями, которые были занесены при посадке. Не следует слишком усердствовать с удобрениями, дабы не пожечь корни. Синедар не нуждается в частой обрезке, но иногда формировать крону просто необходимо. Для обрезки выбираются молодые зеленые побеги. Если обрезать ветвь, которая уже задеревенела, дерево слишком болезненно перенесет эту процедуру. Поломанные или больные ветки требуется удалять без сожаления. Место среза необходимо замазывать садовым варом. Срезы заживают достаточно долго. Гибрид имеет иммунитет ко многим заболеваниям и вредителям. Но в профилактических целях дерево лучше обрабатывать инсектицидами против насекомых. При заболеваниях сливы хорошо себя зарекомендовала бордовская жидкость. К сведению, данная разновидность сливы не нуждается в опылителе. При правильном и своевременном уходе синедар сделает садоводы подарок в виде большого и качественного урожая. Достоинства и недостатки сорта. К достоинствам сорта можно смело отнести высокую морозовую устойчивость, самопыляемость, небольшие размеры дерева, высокую урожайность. Устойчивость к большинству вредителей и заболеваний, хорошую транспортабельность плодов, неприхотливость в уходе, большой срок хранения фруктов и т. Д. К сожалению, и недостаток у сорта синедар имеется. Это не крупный плод. Хотя для некоторых садоводов этот недостаток является преимуществом. Описание сорта сливы синедар сводится к тому, что он взял от своих родителей только самые лучшие качества. Подходит для любых регионов России. Фрукт крайне полезен, имеет высокие вкусовые показатели. Именно за эти достоинства он получил широкое признание среди огородников-любителей и садоводов, которые выращивают сливу в промышленных масштабах.